Дом, который построен 19 лет назад. Галина Андреевна и ее соседи живут в здании, первым застройщиком которого был сталилитейный завод. После его банкротства на стройплощадку вышла коммерческая компания, но ее постигла та же участь. Права собственности жители оформили через суд, а вот ввести дом в эксплуатацию не удалось до сих пор. Пока мы покупали, они ведь еще строились, и вопрос возник о банкротстве практически через 4 года. И мы-то покупали у строительной организации ООТ, и правомерно все было. Они сами должны были оформить эти документы, но так как обанкротились, значит они скинули все это на жителей. В Самарской области немало примеров, когда дом заселен, но не принят госкомиссией. Каждое такое здание требует индивидуального подхода. Где-то не сохранилась проектная документация, на других объектах нет пожарных заездов во двор, в иных не соблюдены нормы безопасности. Но выход есть в каждом подобном случае, уверенно в городской администрации. В мэрии Самары встречи с жителями этих домов будут проводиться регулярно. Со временем проблема будет решена. Мы должны это все, что от нас зависит, сделать. Для этого мы просим вас по возможности, и вы, наверное, в первую очередь здесь заинтересованы, приглашаем вас к нам. Это касается и новых домов. Строительство – один из важнейших показателей реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Однако не все прошлогодние дома удалось ввести в эксплуатацию из-за объективных трудностей. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главу муниципалитетов помочь застройщикам решить все проблемы уже в первом квартале этого года. А о своевременной приемке новостроек 2021-го позаботиться заранее. Будет работа продолжаться по тем домам, которые должны вестись уже в конце 2021-го года. Возьмем на жесткий контроль, будем встречаться с застройщиком, узнавать проблемы и максимально оказывать содействие в решении этих проблем. И, конечно, на наших совещаниях и встречах будут присутствовать представители ресурсно-набжающих организаций, чтобы совместно находить решение, которое было бы оптимально и для застройщиков, и, конечно, для ресурсно-набжающих организаций. Еще один проблемный вопрос – регистрация домов индивидуального жилищного строительства. В городской черте сейчас более 14 тысяч частных построек, не стоящих на учете в Едином государственном реестре недвижимости. Такова статистика областного Минстроя. Они не могут или не хотят узаконить свои жилища и, как следствие, не платят имущественные налоги. Провести работу по выявлению таких зданий и помочь жильцам оформить документы поручено главам внутриградских районов. Олег Зверев, Василий Калдашов. События.